МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом чемпионате и плей-офф ВХЛ прошедшего сезона он сыграл 56 матчей, добившись положительного показателя полезности, равного 15. Пополнил состав Рубина нападающий Антон Рехтин. За команду из Кургана он выступал с 2014 года, став ее знаковой фигурой. Хокеем форвард начинал заниматься в Новокузнецке. В карьере Рехтина были Металург и Ермак. На уровне ВХЛ новоиспеченный Рубиновец провел 347 матчей. В его активе 47 шайб и 54 результативных передачи. Продолжит карьеру в Тюмени и 31-летний форвард Алексей Князев. В завершившемся сезоне он принял участие в 63 встречах за Уралией в чемпионате и плей-офф высшей лиги, набрав 28 очков. Всего же в его багаже 359 поединков на уровне ВХЛ и 202 набранных балла. На уровне высшей лиги Князев защищал цвета Бурана, Спутника и Сокола. Сборная Успенки призер первенства России среди коллективов первой лиги. История почти голливудская. Любители из небольшого села Тюменского района пробиваются в финал турнира, где выступают вторые и третьи команды профессиональных клубов. Поначалу не могут туда отправиться из-за финансовых проблем, но все же решают их, приезжают и берут медаль. В итоге команда Ашурова добралась до поединка за бронзу, где смела на пути к мечте Курганский УОР 3-1. Вот этим успехом мы очень довольны, потому что до нас из Тюмени, из Тюменского района абсолютно никто не занимал вообще призовые места, а нам это сделать удалось. Тем более команды были очень сильные, было очень сложно, но мы добились своего результата. Мини-футбольный клуб Тюмень проведет заключительную и очень важную встречу в регулярном чемпионате Российской Суперлиги. Подопечные Игоря Путилова 6 мая примут Политех из Санкт-Петербурга. Матч состоится в СК Центральной в 15 часов. Соперники в нынешнем сезоне встречались в Северной столице, где сибиряки одержали две победы – 7-1 и 5-3. АСН Тюменская арена проведет текстовую трансляцию встречи. Онлайн начнется в 14.30. Также матч в записи в 19.00 можно будет увидеть на телеканале «Тюменское время». В программе 22-го тура центральным поединком является очная встреча лидеров – «Газпрома», «Югры» и «Сибиряка». В турнирной таблице наблюдается троевластие. «Сибиряк», «Газпром», «Югра» и «Тюмень» завоевали по 73 балла. В этот же день, 6 мая, футбольный клуб «Тюмень» сыграет заключительный домашний матч в первенстве России по футболу среди клубов «ФНЛ». Чтобы он не стал таковым в этой лиге вообще, черно-белым нужно обыгрывать московский «Спартак-2». Команды в этом сезоне встречались дважды. Оба матча завершились в пользу красно-белых дублеров. АСН «Тюменская арена» организует текстовую трансляцию. Она начнется в 12.30. Возглавляет турнирную таблицу «ФНЛ Оренбург». Главными преследователями лидера являются «Самарский крылья советов» и «Енисейс Красноярска». «Тюменцы», имеющие в своем активе 36 баллов, за два тура до конца располагаются на предпоследнем месте. Шахматы «Игра королей». Крылатое выражение получило воплощение в жизнь во время чемпионата области среди детей до 9 лет. Боролись его участники за путевки на первенство страны, которое пройдет с 24 по 31 мая в Костроме. Причем задача эта не виделась чем-то нереальным. Для попадания на всероссийский уровень в Тюменском технопарке необходимо было гарантировать себе место в тройке призеров. Турнир мы проводим в седьмой раз. И когда проводили в первый раз, конечно, это были просто-таки массовые соревнования, где задача была собрать как можно большее число детей этого возраста до 9 лет. До 9 лет это означает, что может играть ребенок и 5, и 6, и 7 лет. Сейчас, конечно, все стало намного серьезнее. Это турнир отборочный в первенство России. Поэтому из 140 участников, допустим, мальчиков, первая десятка очень высокого уровня. Конкуренция была очень высока вплоть до последнего тура. Вот буквально решающие поединки определили судьбу призовых мест и путевок на первенство России. В результате среди будущих защитников Отечества стопроцентный результат показал Иван Землянский. Следом за ним расположились Лев Мансуров и Саид Хуснудинов. У девочек при равном количестве очков за счет дополнительных показателей победу праздновала Алиса Прокопчук. Мария Трофимова стала второй, Софья Кузьмина замкнула тройку. Всего же в турнире выступило чуть менее двух сотен детей. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы можете узнать, как и всегда, на нашем сайте. Хороших вам выходных!